Всем привет! С вами Культфьюжн и я, Анна Акуджава. Вам интересно узнать о самых ярких событиях нашего города? Тогда смотрите программу прямо сейчас. Вы когда-нибудь посещали выставку одного портрета? Думаю, таких немного. Вот и мне стало интересно, чей же портрет представлен в Тверской областной картинной галерее. Конечно, я решила посетить место и узнать все поподробнее. Офицер, литератор, археолог, масон, филантроп – и все это об одной личности – Федоре Николаевиче Глинка, человеке, вобравшем в себя целую эпоху. Федор Николаевич – это такое вот наше все, это такая культурная жизнь губернии, можно сказать, там вот в одном человеке. Тут и филантропия, тут и просвещение, тут и общественная деятельность, тут и какие-то культурные инициативы, тут и поэзия, тут и спиотизм, которым он тоже, в общем, увлекался. То есть так получается, что он как-то вот все вот это в себе воплощал. Стоит отметить, что Глинка всю свою долгую жизнь посвятил различным общественным проблемам и вопросам. Выступал попечителем в Тверской гимназии, стоял у истоков благотворительного проекта Старой Твери – Общества доброходной копейки. Участвовал в работе губернского статистического комитета. Когда статистический комитет в 1866 году решил создать некую постоянно действующую экспозицию, естественно, кому же было в этом не участвовать, как ему, тем более, что у него были тоже давние заслуги, в том числе и пятоисторической наукой. Он собирал какие-то там следы древних культур у себя в имении подбежицком. И, соответственно, в 1866 году, еще не имея в виду, что из этого получится, какая жизнь будет суждена вот этому вот этой поятию, они основали некую небольшую постоянно действующую выставку. Эта картина, она выставляется в том числе и потому, что в этом году исполняется 155 лет от губернского музея, а Голиарея воспринимает эту дату как имеющую отношение к ней, поскольку это в том числе и годовщина начала ее собрания, которая вот, это одна из первых работ и есть. Глядя на портрет, бросаются в глаза многочисленные награды за боевые заслуги. Орден Святого Станислава, медаль за общественную службу в годы Крымской войны, медаль за участие в войне 1812 года, медаль Святой Анны и Святого Владимира. Одним словом, Глинка был живым представителем доблестного поколения ветеранов, участвовавших в войнах. Для Ивана Подключникова, художника, создавшего портрет, Глинка был воплощением настоящего героизма. 1974 год, да, значит, сколько лет прошло с момента Отечественной войны, более 60. То есть в это время встретить такого живого и изучить, художественно изучить живого ветерана, это вот все равно, что сейчас художник бы писал портрет участника Сталинградской битвы, это вот такая же примерно дистанция. Как оказалось, и одной картины достаточно для того, чтобы выставка получилась интересной, а главное – познавательной. 21 марта считается Всемирным днём поэзии. Подробнее об этом празднике расскажет в следующем сюжете арт-директор киноконцертного зала «Панорама» Светлана Шепет. Добрый день, дорогие друзья! Сегодня я вас приглашаю на вечер поэзии, который состоится 21 марта в Малом зале бизнес-центра «Тверь» на Смоленском, 29. Всемирный день поэзии ежегодно отмечается 21 марта. Это день весеннего равноденствия, символ обновления природы и творческого характера человеческого духа. Поэзия – это живопись, которую слышит, сказал когда-то Леонардо да Винчи. «Поэзия – это музыка слов», – вторил Томас Фуллер. «Поэзия – это, наверное, одно из самых гениальных достижений человечества. Изливать свои чувства в стихотворной форме, запечатлевать в рифме своё мироощущение, мечтать о будущем и вспоминать прошлое одновременно, обращаясь к миллионам и оставаясь при этом наедине с собой. Только поэзия способна на это. Это величайшая из искусств, созданных человеком. Наш вечер мы хотим сделать особенным. Вечером литературно-музыкальных зарисовок. Вечером стихов. Вечером литературно-музыкальных зарисовок. Вечером стихов и музыки. Наша цель – не создать что-то новое на обломках старого. Мы – затворческий кластер, бесконечно живой, растущий, стремящийся к совершенству. Наш главный герой – родом из Санкт-Петербурга. Вообще, Санкт-Петербург – место, где по-прежнему рождаются новые интересные литературно-музыкальные проекты, которые зачастую становятся культовыми. Можем ли мы презентовать наш проект как новый тренд? Решать критикам. Мы больше ориентированы на результат, а не на то, как это будет называться. Сейчас это скорее благодарность всем тем, кто таким же образом действует, творит и создает все новое и неординарное. До середины 19 века в России не были традиционными публичные концерты. До учреждения Русского музыкального общества и открытия консерватории Передовые люди эпохи регулярно собирались в столичных знатных домах, где обсуждали все возможные веяния из разных областей знаний, читали вслух литературные новинки и, конечно же, музицировали. Он курит трубку, пьет крепчайшие и любит девушку из Нагасаки. Светские салоны продолжали существовать вплоть до рубежа 19-20 веков. На нашем вечере прозвучат поэтические произведения этого периода. Поэзия начала 20 века получила название поэтического ренессанса или Серебряного века. Серебряный век является временем рассвета поэзии в России. В это время появляется множество поэтов, поэтических направлений, которые предвещали совершенно новую эстетику. Особое место на вечере будет отведено творчеству Владимира Высоцкого. Я часто задаюсь одним и тем же вопросом, в чем же феномен его творчества. Вообще говоря о том или ином авторе, литературоведы и критики говорят о языке и стиле. В случае с Высоцким, как, впрочем, с Зощенко и Платоновым, начинать надо с языка, которым заговорил со слушателем лирический герой поэта Высоцкого. В его песнях выплеснулась народная стихия, которая обрела статус художественности. А дворовая песня стала удачной формой разговора лирического героя со слушателем. Высоцкий придал этому несерьезному фольклорному жанру серьезность, ввел в литературу, и явление получило иное название – авторская песня. Хотя, конечно, не только благодаря одному Высоцкому. Солировать на нашем вечере будет один из лучших современных исполнителей песен Владимира Высоцкого – петербургский поэт, музыкант, автор и исполнитель песен Максим Ермачков. В его творческом арсенале несколько музыкальных альбомов и сборник стихов. Жанровую форму, в которой воплощает автор свои произведения, трудно определить однозначно. Это сочетание классического рока, авторской песни с элементами городского романса – самого высокого качества. Безусловно, большое внимание автор уделяет поэтической составляющей песен. Но прочувствовать всю мощь его творчества можно только в живом исполнении. Безудержная исполнительская энергетика, неповторимая манера игры на гитаре, экспрессия, фактурность и сила голоса не могут оставить равнодушными ни одного слушателя. Его сравнивают с Юрием Шевчаком и Виктором Цоем. Поэзия и музыка Максима на протяжении многих лет напоминает людям о самом светлом и настоящем – любви и дружбе. Вот уже много лет Максим делает свои программы вместе с популярным московским баянистом Александром Сомовым, что придает программам особый колорит и незабываемость. Александр – лауреат международных конкурсов, баянист, участник многочисленных спектаклей, приголошенный солист многих музыкальных проектов. Все, кто хоть раз побывали на вечерах этих талантливых ребят, уносят с собой частичку тепла и света и вновь стремятся встретиться на территории литературно-музыкальных проектов. В программе вечера прозвучат стихи и песни на стихи Владимира Высоцкого, Булата Акуджавы, Сергея Есенина, Александра Виштинского, Александра Блока, Льва Кривенко и многих других. Итак, до встречи 21 марта, Малый зал бизнес-центра «Тверь» на Смоленском, 29. Итак, до встречи на нашем вечере в поэзии. Вы смотрели программу «Культфьюжн». Оставайтесь с нами и будьте в курсе самых интересных событий нашего города. Редактор субтитров А.Семкин